Музыка Прошедшая неделя охарактеризовалась бурными событиями в Уфе и в Башкортостане. Музыка Несмотря на то, что официальные власти не считают эти события событиями, либо признают их незначительными, я все-таки тут не соглашусь и выделю основные события этой недели, которые так или иначе характеризуют ситуацию в республике и то, как она меняется и в какую сторону мы движемся. Первым хронологически из важных событий прошедшей недели было собрание сторонников-защитников горы Куштау, которое прошло в спортивном комплексе «Юность» на берегу реки Белой. В целом собрание прошло без эксцессов, по крайней мере, со стороны спецслужб, что случалось в предыдущие годы, когда БОО «Башкорт» пыталось устраивать какие-то мероприятия. Однако не обошлось без провокаций со стороны засланных казачков. Честно говоря, это было смешно, но обсудим это чуть позже. Начнем с самого контента этого собрания. Собственно, собрание было понятно о чем? О том, чтобы собраться, обсудить необходимость защиты и сохранения горы Куштау, не допустить передачи ее как сырьевого источника комбинату сода и так далее. Присутствовали традиционно все те, кто много лет уже занимаются защитой Шихан, плюс некоторое количество журналистов. Говорили, собственно, опять о том же самом, о чем и раньше много раз. Все правильно, но каждый в свою сторону. Я уже много раз говорил о том, что в этой ситуации, в этом сообществе, если оно является таковым, отсутствует какой-то координирующий орган, к сожалению. Никто этот процесс не направляет в нужном русле. И вот тут, конечно, получается, лебедь, рак и щука, конечно же, что плохо для процесса, что снижает его эффективность. Но, тем не менее, хорошо, что хотя бы собрались. Главным, что случилось на этом собрании, было то, что решили и впоследствии реализовали свое решение, обратились к международной общественности, к международным организациям. Это очень важный и на самом деле полезный процесс для самого процесса защиты горы Куштау в том смысле, чтобы привлечь интерес международной общественности, в том числе и научной. Я не знаю, подключится ли к этому процессу какая-то политическая международная общественность, но, тем не менее, это не исключено. Конечно же, это мероприятие защитников Куштау возволновало власти Башкирии. Как известно, официальные власти Башкирии считают полезным и правильным отдать шахан комбинату сода и, собственно, всячески способствуют этому. Откуда-то из недр этой власти на это собрание были засланы юноши, бледные, со взором горящим. Они были снабжены смартфонами, в которых уже были заготовлены вопросы. Честно говоря, вопросы эти скорее рассмешили, чем взволновали. Понятно, что целью этих казачков было то ли сбить с толку, то ли заставить наговорить лишнего тех, кого они интервьюировали. Однако, очевидно, что сами вопросы были сформулированы либо Кельсинбаевым, либо Бадрановым, потому что то безумие, которое они содержали в себе, иначе об ином, скажем так, свидетельствовать и не может. Там была какая-то жуткая билиберда по поводу Конституции Башкирии, защиты башкирского этноса. Печально другое. Квалификация этих вот товарищей из внутриполитического блока уже давно понятна, и говорить о них, наверное, нет смысла. Но печально другое то, что власти приняли окончательное решение выставить защитников Куштау как экстремистов, националистов, шовинистов и, впрочем, безумцев, которые препятствуют нормальному развитию Республики Башкортостан. Это решение, судя по всему, принято окончательно, и пометуя той отчаянной, если не сказать безумной решительности Радио Фаритовича в борьбе с врагами, которых он сам же и назначает таковыми, я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время начнутся всевозможные действия медийного и не очень характера в отношении защитников Куштау. В подтверждение вот этого тезиса могу сказать, что после собрания в защиту горы Куштау в офисе БО Башкортостан начались проверки, пришли прокуроры, пришли МЧСовцы, проверяют на наличие экстремизма, на отсутствие пожарного выхода. Не знаю, будут ли проверять, хорошо ли помыты уши у присутствующих, но, в общем, по полной программе начали проверять. Вот эта вот методика «наслать проверку» — это, конечно, такая примитивная, старинная, реликтовая история, методика конца 90-х, начала нулевых, но, собственно, в другой парадигме Радио Фаритовича, в общем-то, и не существовало никогда, он только этими методами всегда и пользовался, до тех пор вообще, пока существовал в какой-то политике, пока его не забрали в Москву. Потому удивляться, наверное, подобным методам не стоит, но печалиться нужно. К решению проблемы горы Куштау я бы отнес еще одно интересное событие, которое было на прошлой неделе, которое произошло исключительно внутри информационного сообщества. Не все его пока заметили, но я расскажу, может быть, обратите внимание. Речь идет о том, что во многих источниках, в разных блогах, в разных изданиях, в каких-то дискуссиях и обсуждениях внезапно в устах достаточно известных или недостаточно еще известных, но рвущихся к этому участников сетевого сообщества появилась следующая фраза. Мы так все любим Куштау, нам так жалко Куштау, но, увы, мы ничего не можем поделать. На самом деле, вот эта технология, это вброс, который осуществляет господин Мурзагулов через господина Габитова и прочих, с кем он сотрудничает в этом сетевом пространстве. Это абсолютно четко спланированная акция. Посылается такой нативный посыл о том, что вот смотрите, мы-то, конечно, любим природу, мы очень хотим, чтобы у нас была гора, но мы ничего не можем поделать. Вот что самое главное звучит в этом тезисе. Это очень важная история. Казалось бы, скажете вы, что что тут такого там и так далее, но сказали-сказали. Нет. Идет психологический посев вот этого рассуждения. Мы хорошие, гора красивая, но мы ничего не можем поделать. Этот тезис пришел на смену тому, что гору просто нужно отдать. Вот предыдущим был такой тезис. Сейчас ситуация меняется. Власти увидели, что защитников Куштау существенно больше, чем они предполагали раньше. Начались вот эти наезды о том, что все проплачены и так далее, но тут смешно-смешно. И вот появляется вот эта мягенькая формулировочка. Одновременно они себя позиционируют как интеллигентных патриотов, которые, конечно же, не хотят, чтобы сносилась эта гора. Но самое главное, мы ничего не можем поделать. Вот что сеется в головы тех, кто, ну, как бы мельком там листает всяких этих вот куприняш и прочих приятных, известных широкому кругу общественности людей. К событиям вокруг горы Куштау я бы отнес и задержание Ремелии Саитовой в Москве на Красной площади, когда она пыталась совершить некий перформанс в защиту горы Куштау. И перформанс партии мертвых. Я, честно говоря, первый раз такую партию услышал и вообще не знаю, существует ли она. Она тоже в защиту Куштау весьма такое яркое и страшненькое, значит, событие изображения, которое случилось на прошедшей неделе. Ну, что есть, то есть. Пятого декабря состоялись публичные слушания по бюджету города Уфы. Внимание к этим публичным слушаниям было, естественно, повышенным, потому что на фоне провала и скандалов на двух предыдущих публичных слушаниях по Дельфинарии и по бюджету Башкирии, и, конечно же, было любопытно посмотреть на то, насколько мэрия извлекла уроки, и вообще власти республики извлекли уроки из этих ужасных событий, которые предшествовали слушаниям по бюджету Уфы. Но, увы, уроки не только не были извлечены, были сделаны практически диаметрально противоположные выводы. Что произошло 5 декабря? Произошло следующее. Перед самыми публичными слушаниями, потому что слово «публичные» уже, наверное, нужно брать в кавычки, внезапно изменили место их проведения. Вместо привычного городского дома культуры, который вполне себе подходил по конфигурации для публичных слушаний, внезапно решили проводить публичные слушания внутри мэрии, в тесном маленьком помещении, которое практически не вмещает нормального количества слушателей. Второе. Естественно, была введена иная система входа контроля охраны. У входа в мэрию стояло два кордона из двух систем охраны, то есть Центр общественной безопасности и Служба безопасности мэрии в два приема контролировала входящих. Конкретных кардинальных изменений на этих слушаниях отмечу, что теперь вообще стало невозможно записаться электронным образом на слушание, что является прямым нарушением федерального закона. В общем, выводы, конечно, мэрия сделала печальные. Что в сухом остатке? В сухом остатке ничтожное количество специально отобранных людей пофамильно присутствовало на слушаниях. Журналисты не были допущены вовсе физически на слушание, а сидели в отдельных помещениях с трансляцией, которую можно было в любой момент прервать. Отдельно взятые активисты и даже члены Совета по правам человека были физически не допущены на слушание ни при каких условиях, даже если они были записаны. Записаться на слушание заранее было нельзя. В общем, я считаю, что под этой историей нужно подводить черту и делать заключение о том, что общественных слушаний в Башкирии нет и не будет. И это не ошибка, это не трагедия, это концепция, это осознанное решение. Я думаю и предполагаю, что решение это исходит непосредственно от самого Хабирова, потому что именно он настроен так, что общаться с населением на сущные проблемы точно не следует. И вообще это население ничего хорошего не может сказать, да еще оно и кишит вот этими иностранными агентами в виде Чанышевой и Ижесней. В общем, эта паранойя, похоже, что захлестнула полностью башкирскую власть и она начала действовать. То есть я прогнозирую, что в ближайшее будущее никаких взаимодействий с властью непосредственных и настоящих не предвидится. В связи с тем, что у нас имеется некоторое количество вот этих потешных органов типа СПЧ, теперь будет преподноситься все так. У вас есть проблемы, идите там, разговаривайте с каким-нибудь Кобзоном, он будет представлять вас во власти. Ну и так далее. В общем, конечно, честно говоря, тезис о том, что мы наблюдали худшие практики позднерахимовских времен, даже, пожалуй, мягковат к тому, чтобы охарактеризовать ситуацию с вот этим вот взаимодействием с населением. В общем, конечно, вот слушание по бюджету Уфы – это уже гвоздь в крышку гроба взаимодействия башкирской власти и населения Республики Башкортостан. В подтверждение вот этого моего печального предположения можно процитировать господина Мурзагулова, который поведал широкой общественности о том, как он пошел в театр, и там совершенно случайно встретил дорогого руководителя Радифаритовича Хабирова, который стоял в сторонке и в телефон произнес следующую фразу. Цитирую. Вот эти слова Хабирова в изложении Мурзагулова конкретно очень характеризуют то, как будет все устроено. Теперь кто-то и как-то определенно, произвольно будет назначаться врагом государства, человеком, работающим за американские деньги или, на худой конец, маргиналом, и этот человек будет лишаться своих конституционных, законных прав на присутствие во власти, на влияние на власть, на обсуждение вопросов с властью. Вот таков концепт Хабирова. В продолжении обсуждения транспортной реформы на прошедшей неделе отмечу одно такое маленькое, но яркое событие. Господин Мухаммедьянов, обсуждая необходимость и обязательность использования контрольно-кассовых аппаратов в автобусах и, намекая на обязательное использование карты Алги, заявил о том, что теперь он намерен конфисковывать автобусы, которые будут не использовать все вот эти блага цивилизации. Тут, конечно, много вопросов. Честно говоря, имеет ли право господин Мухаммедьянов на конфискацию имущества у граждан? Как же быть с тем, что конфисковать имущество можно только по решению суда? Я, судя по всему, предполагаю о том, что теперь вот эти вот решения судов, вообще они как-то у нас необязательны становятся для башкирской власти. Зачем вот этому скопищу юристов в Белом доме еще и суды? Они и сами знают, как нужно у кого чего конфисковывать. Хотелось бы спросить господина Мухаммедьянова, планирует ли он развивать вот эту вот внесудебную практику? Будет ли он врываться по ночам в квартиры нерадивых автоперевозчиков и тех, кто не использует контрольно-кассовое оборудование? Будет ли он брать заложников? Может быть, надо подумать о том, что стоило бы взять, например, в заложники детей или жен вот этих вот горе-перевозчиков. Может быть, тогда начнут пользоваться картой ОЛГА. Еще я бы развил эту тему и предложил такую историю. Смотрите, вот есть семья, да, например, там дочь с сыном пользуются картой ОЛГА, а мама с папой не пользуются. А давайте будем арестовывать кого-нибудь из них суток на 15, на 20. Здорово, да? Пока не купят карту ОЛГА, эти сидят под арестом. Ну, в общем, развивать эту тему внесудебных и внезаконных воздействий на осуществление реформ можно до бесконечности. Вы можете смеяться, я могу как бы тоже улыбаться на эту тему, но, честно говоря, ОРУЛ, по-моему, основательно поселился в мозгах наших чиновников, и хуже того, этот ОРУЛ начинает воплощаться в нашей жизни здесь, в Башкирии. И вот подобные заявления, которые сделал Мухаммедьянов, я думаю, что это не последнее из веселого и страшненького, что мы услышим в ближайшее время. Несколько недель мы не упоминали о ситуации вокруг «Золотого запаса». Вот теперь немножко поднабрались события вокруг этой истории. Поговорим об этом. Прошел митинг инвесторов «Золотого запаса». Наконец-то прошел. С шестой или с пятой попытки разрешили провести его. Почему запрещали тут версии несколько? Есть версии о том, что не разрешали митинги, пока шли выборы и прочее, и была установка срезать всю протестную активность. Может быть, это и так. Есть версии о том, что запрет на проведение митинга инвесторов «Золотого запаса» связан с участием в этом процессе штаба Навального. Пока Навальный с вами, мы вам не разрешим этим заниматься. Можно об этом говорить, но важно то, что митинг прошел, на нем было примерно 200 человек. Говорить о многочисленности или малочисленности этого митинга, наверное, не стоит. Потому что история, прямо скажем, это локальная, она касается только инвесторов «Золотого запаса». Ну и 200 человек – это, в принципе, немало. Главными требованиями на митинге было то, чтобы признать инвесторов «Золотого запаса» вкладчиками «Роскомснаббанка» и исключить из процесса банкротства, который так еще и не начался, вот это самое пресловутое «О потенциал». Ну, давайте по порядку. Во-первых, конечно, вот попытка переиначить статус инвесторов «Роскомснаббанка» – это, конечно, абсолютный абсурд. В том смысле, что, ну, нельзя смешивать два этих процесса, на мой взгляд, по крайней мере. Но к этому мнению присоединяется, кстати, и «Центробанк». В том смысле, что «Центробанк» категорически не готов признавать вкладчиков «Золотого запаса» вкладчиками «Роскомснаббанка». Ну, на самом деле, если уж на то пошло, если такие фантазии появляются, то было бы, наверное, целесообразно требовать признать пострадавших или, там, таковыми себя считающих вкладчиками, например, «Сбербанка». А лучше, кстати, ВТБ, потому что по последним событиям, судя по всему, ВТБ денег как грязи на покупку всяких красивых суперджетов и красивых девушек, соответственно, может быть там велика вероятность получить свои деньги. Но я шучу, потому что действительно тезис о том, чтобы переадресовать претензии инвесторов от «Золотого запаса» к какому-либо банку, это абсолютная чушь. Далее по поводу ООО «Потенциал». Вот это то самое загадочное ООО, которое претендует на какие-то активы внутри процесса «Золотого запаса» и, по мнению вкладчиков, пытается отжать у них основную денежную массу или то имущество, за счет которого можно компенсировать вот эти вложения. Тут достаточно активно действует господин Барабаш. Не очень понятно почему, но вполне себе очевидным образом он подключился к этому процессу. Барабаш участвует во всех этих судебных заседаниях и всевозможных рассуждениях и разбирательствах по поводу ООО «Потенциал». Возможно, это принесет эффект в конечном итоге. Есть ощущение о том, что действительно включение вот этой компании в процесс банкротства – это не очень хорошо для самих вкладчиков. Но посмотрим. Еще один момент, который обнаружился на прошедших неделях – это то, что действительно в собственности у тех компаний, в которые инвестировались деньги инвесторов «Золотого запаса», находится порядка тысяч гектаров земли. Пока до конца непонятно, в каком статусе эта земля находится, где она, что она, вот этот момент надо бы получить. И надо добиться от администрации «Золотого запаса» более четкой и ясной позиции по поводу этих земель. И в случае, что, если оказывается, что это действительно так, и вот эта тысяча гектаров, она реально реализуема и ликвидна, ну это очень неплохо. И, на мой взгляд, тезис о том, что вот эта тысяча гектаров вполне себе способна компенсировать вложение вкладчиков, он жизнеспособен. При должном и правильном подходе к этому вопросу вполне можно реализовать этот проект. То есть, продав, передав эту землю каким-то застройщикам, получив хорошие реальные деньги, можно их распределять. Вопрос только в контроле за процессом распределения выплат и так далее. Ну, собственно, этот контроль вполне законно может обеспечить процедуру банкротства, которая, ну, так или иначе должна начаться все-таки в результате всех вот этих судебных разбирательств. В отношении вот этой тысячи гектаров земли, тут я выскажу предположение и пожелание господину Барабашу на ближайшем собрании, там, каком-то совещании с вкладчиками «Золотого запаса», чтобы он говорил не только об его потенциал, но и о сущности, о статусе этих земель. И как человек опытный в части обращения с недвижимостью и земельными участками дал некий более-менее внятный прогноз о том, насколько можно, нельзя продать эту землю, насколько это длинный или короткий процесс, чтобы у людей появилось более-менее четкое понимание, за счет каких активов и как быстро они могут получить свои деньги обратно. Еще одна тема, о которой мы давненько не говорили, это тема долевого строительства. Миновало 1 декабря, и вот пора бы поговорить. Почему 1 декабря? Именно на 1 декабря господин Ахмадулин, председатель Госкомстроя Республики Башкортостан, анонсировал выдачу 321 квартиры для дольщиков Миловского парка. Честно говоря, я не обнаружил информации о том, чтобы дольщики Миловского парка получили квартиры. Получается, что господин Ахмадулин в начале ноября, сделавший вот это заявление, обманул в очередной раз дольщиков Миловского парка. Никаких квартир они не получили. У меня есть предположение о том, что вообще они, конечно, получат свои квартиры в необозримом будущем, если получат вообще непонятное, что там происходит, непонятна судьба Комлева и так далее. И вообще как-то все это дело уходит на второй план. Есть ощущение того, что тема обманутых дольщиков намеренным образом выводится из повестки Республики Башкортостан. Выборы прошли, все. Обманутые останутся обманутыми. Но это мое предположение. Теперь по объектам. Серебряный ручей. Как я и предполагал, Серебряный ручей не сдал обещанный 9-й дом 20 ноября. Я предполагаю, что не сдаст он его и 20 декабря. Дай бог, чтобы это случилось 20 января. Но процесс, тем не менее, идет. Идет процесс госприемки. Помним, как сдавался 7-й дом в прошлом году. Его тогда сдали к 27-му или 29-му декабря, в общем, к Новому году. Тут я не особенно волнуюсь. Немножко волнуюсь за 10-й дом. Хотя он тоже практически готов. А вот что будет с оставшимися домами, категорически непонятно. Так и неизвестна судьба бизнес-центра. Так и не продвигается дальше, по крайней мере, в видимом пространстве, вот эта сделка по передаче бизнес-центра и обмену его на деньги для достраивания оставшихся домов. Оставшиеся дома в очень незначительной степени готовности. В общем, я думаю, что история с Серебряным ручьем еще будет продолжаться. И в январе-феврале наверняка случатся некоторые драматические события. Мое предположение о том, что тема обманутых дольщиков искусственно замалчивается, подтверждается еще и тем, что абсолютная тишина вокруг госстроя, абсолютная тишина вокруг Новобулгакова и абсолютная тишина вокруг Менделеева 128-1. По госстрою, вот это чудо-компания Садовое кольцо, которая зашла туда новым собственникам, пока видимых действий не предпринимает, видимо, идет какой-то процесс оценки и планирования, но, судя по всему, терпение дольщиков начинает заканчиваться, и в ближайшее время они зададут какие-то вопросы. По поводу Новобулгакова, примерно та же ситуация. Бурно-бурно, значит, все бурлило и пока не добурлилось до финальных действий. А в самом длинном долгострое Республики Башкортостан, я имею в виду Менделеевский треугольник, все, что произошло, это выдернули старые сгнившие окна после нашей последней передачи. Я не склонен, в отличие от дольщиков этого объекта, относить действия застройщика только к тому, что мы об этом говорим в наших выпусках. Однако тревожит по Менделееву 128 дробь 1 сам статус и финансовое положение той компании, которая теперь взялась за достройку этого дома, там какие-то претензии, какие-то попытки банкротства. И если обанкротит еще и этого застройщика, еще и эту компанию, то тогда Менделеевский треугольник по кругу придет опять к своему прежнему состоянию, а уже практически 10, если не больше лет, этот дом стоит недостроенным. На прошедшей неделе случилось необычное событие в информационном пространстве, и я говорю о появившемся посмертном письме вице-премьера Ахмедханова, полицейского генерала, который умер полгода назад. И вот вдруг появляется это письмо, в котором он там как бы завещает потомкам какие-то действия, как-то по пунктам, очень подозрительно похожим на программное заявление, перечисляет, как себя должны вести граждане, чиновники, бизнесмены и прочее, и прочее. Честно говоря, я очень настороженно отнесся к появлению этому письма. Я больше не верю в его достоверность, чем верю. Особенно меня смутила прикрепленная к нему фотография, это, видимо, для того, чтобы никто не ошибся, о чем идет речь. Меня насторожил тот факт, что длинная, драматическая жизнь господина Ахмедханова была описана на одном листочке. Упомянуты были три фамилии. Очевидно, что как-то именно этих троих очень хотелось зацепить в этом письме, неважно, кто был автором этого письма, но именно на этих троих было нацелено. Речь идет о господине Овчинникове, Борисове и Гельмуддинове, которых в этом письме как будто бы Ахмедханов обвиняет в каких-то злодеяниях и кается в том, что он им помогал. Если предаться окончательно теории заговора, то я бы предположил, что на самом деле это письмо, не являясь достоверным и настоящим, нацелено на дискредитацию господина Гельмуддину. Потому что Овчинников и Борисов – это люди, сходящие или уже сошедшие с политической арены республики и никаким образом не влияющие на ситуацию в республике и в Уфе. Соответственно, единственным из перечисленных действующих и действенных фигур является господин Гельмуддинов. И в таком случае, если следовать вот этой логике теории заговора, именно на него нацелено это письмецо, и вот именно его кто-то хочет очень сильно дискредитировать. Вообще, конечно, это что-то новенькое в нашей вот этой вот борьбе компроматов. Честно говоря, вот это письмо в кавычках Ахмедханова вызвало у меня раздражение, печаль и какое-то немножко брезгливое отношение к этому событию, потому что, ну, вот так перед смертью не каяться. Ну, ладно, в общем-то, оставим это на совести тех, кто это писал, кем бы они ни были. На прошедшей неделе Хабиров призвал мэра Уфы включить новогоднюю иллюминацию. Сделано это в своей манере, так скажем, непосредственно. Дословно это звучало так. «Давай, Ульфат Мансурович, включай уже». Вот этот вот ажиотаж, я бы сказал, некая аффектация башкирских властей в отношении новогоднего оформления, честно говоря, уже через край, совсем через чур. Вот эти ёлки по 19 миллионов рублей пиксельные, вот эти вот безумные суммы, истраченные на оформлении к Новому году, ещё Новый год не наступил, а это всё уже просто ужасно раздражает население. Хватит уже этого, если честно. Но концепция Хабирова такова. Праздник должен быть масштабным, ярким и пиксельным. В дополнение к этой истории отмечу заявление Димы Чувилина, депутата Госсобрания, о том, что следовало бы средства, истраченные на подготовку к Новому году, истратить на покупку жилья для сирот. Чувилин даже посчитал, что если бы не было вот этого дикого расточительства Белого дома в отношении пиксельных ёлок, можно было бы приобрести, внимание, 80 квартир для нуждающих. Это действительно очень немало. 80 квартир, пожалуй, столько за год Башкирия не выдаёт сиротам жилья. Конечно, цифры впечатляют и печалят. Со своей стороны, я бы добавил и предложил такую инновацию. Около всех пиксельных ёлок, которые будут установлены в Башкирии, должны стоять транспаранты, информационные щиты, рассказывающие людям о том, что именно на эти ёлки истрачены сотни миллионов рублей, что каждая из них стоит 19 миллионов рублей. Люди должны знать стоимость вот этого веселья. Тут некоторые остроумные товарищи посчитали, что так как не всем жителям Башкирии удастся увидеть пиксельные ёлки, а только примерно полутора миллионам человек, а то и меньше, посчастливится их наблюдать, соответственно, один подход к ёлке будет стоить для жителя Башкирии 100 рублей. Потому советую тем, кто имеет возможность видеть пиксельные ёлки, ходить к ним чаще. Тогда разовые затраты каждого жителя Башкирии на созерцание ёлок Беляева будут снижаться. Например, если вы пять раз сходите на ёлочку, то каждый раз вам обойдётся всего 20 рублей.